Игорь, скажите нам, пожалуйста, про особенности установки. Бывают ли какие-то вообще сложности с вашими купелями? Вы знаете, сложности как таково нет. Я даю техзадание, чтобы вот было как-то ровно. Да, Константин у нас расскажет сам, что я ему говорил и как это надо было сделать. Ну, основная сложность в установке этой купели – это выбрать красивое место. Как понимаете, вот это место было выбрано на берегу озера, рядом с баней, чтобы получился комплекс отдыха, да, баня и купель. Под купель делается ровная площадка. Мы выбрали верх грунта, просыпали щебеночки, значит, простелили гидроизоляцию, просыпали песочком. Значит, сверху на песочек уложили гранитную убрекчу, такие ровные, плоские обломки гранита, да, у нас вот оставались они от стройки. И уже, ну, в ноль это вывели, естественно, с небольшим-небольшим уклоном, чтобы потом вода стекала сюда в озеро чистое. Вот, и на вот эту вот сделанную подушку установили купель. Вот, установлена она в уровень, естественно. Вот, и замаскирован там у нее слив. Дабы, когда мы прекратим этой водой пользоваться, она спокойно через дренажку убежала, отфильтровавшись в озеро. Вся история. Константин, то есть получилась эдакая хорошая дренажная система? Ну, она, у меня просто есть возможность ее здесь сделать. Строго говоря, для этих купелей, как таковая дренажная система не нужна. То есть в любую канавку там куда-то, куда вы воду можете отвезти, вода же без шампуня, без каких-то там химических примесей. Максимум веники из травы, из хвои мы там заварим. А это не страшно выливать на релье. Все чистка. Да, поэтому просто у меня есть возможность здесь дополнительно запустить в откусе озеро через дренажку. И я поэтому это сделал. Но необходимости в этом нет. То есть купель устанавливается просто в любой точке.